доброе утро дорогие друзья 10 мая 2016 года вторник уже на дворе поздравляю всех кто пережил праздники не так много как новый год конечно но за три дня тоже можно многое успеть надеюсь все уже готовы вернуться в строй и начать нашу битву за зарабатывание денег вместе поздравляю всех с началом новой недели она будет короткой четырехдневной но уже так дальше уже пойдет все стабильно у нас в июне один праздник а потом до осени по сути у нас стабильное такое рабочее время с вами игорь суздальцев ведущий видео портала трейдеров и трейд тв и мы начинаем программу торговый план давайте подведем итоги прошлой недели 1901 пункт составляет индекс ммвб снижение в пятницу составила 0 2 процента индекс ртс снизился в пятницу на 0 4 процента 912 пунктов доллар рубль рубль ослабил в доллару на 5 копеек но в принципе остался ниже 66 психологически важного уровня 65 94 на споте и евро рубль на споте 75 17 укрепление евро составило 6 копеек давайте посмотрим как вела себя нефть пятницу и какие планы мы с вами строили если может быть помните но я надеюсь помните потому что мы подробно обсуждали эту тему пятницу мы с вами обсуждали вечером на закрытии да и в утреннем эфире тоже касались этой темы значит мы открылись 45 13 закрылись 45 31 в плюсе мы закрылись были проходили глубоко вниз поднимались наверх таким каким-то таким равно скажем удаленным движением вернулись практически к открытию но мы с вами обсуждали что поскольку в последние пару лет российские чиновники генералы являются такими организаторами обострения на международной арене что ведет к укреплению цены на нефть может быть косвенная цель в этом заключается а может быть и прямая цель в этом заключается мы тут не будем ходить страшные секреты да но идея была какая что поскольку за время праздников нефть всегда в россии нефть всегда снижается потому что некому обострять мы предположили что в пятницу на закрытии можно купить нефть и так сказать от можно продать фьючерс на нефть марки бренд и откупить через день поскольку 9 мая выходной обострять некому нефть снизится и откупить ее по более выгодной цене заработать на этом деньги напоминаю мы закрылись на 45 31 если кто-то на закрытии продавал нефть а сейчас я вижу нефть секундочку мы открываем вместе и видим что 43 80 то есть 50 центов мы можем вполне на этом заработать поэтому тот кто эту стратегию реализовывал так сказать советую после открытия минут через пять-десять закрыться потому что уже чиновники у нас в строю они свежие сил полны бодрости и могут начать обострять уже очень быстро потому что ряд событий заставит их это делать давайте пробежимся коротко какие-то события ну прежде всего саудовской аравии помните мы говорили что зря связались с новаком министр энергетики российской федерации александр новак он всех так сказать ведет заблуждение уедет так и получилось доха закончилась провалом и сняли на выходных министра нефти саудовской аравии аль наими он 21 год и занимал свой пост но и вот человек ну надо думать с кем связываться связался с александром новак естественно тут же выгнали вот они связывался бы так бы и работал но совершенно серьезно это говорит о том что ну обостряется такая там внутри клановая видимо саудовская таскать начинается борьба какая-то его сняли другого назначили но сделали более укрепленное министерство под подчеркнув при этом что нефть уже не является приоритетом приоритетом является реформы альтернативная экономика и так далее то есть тут два фактора сошлись и доха и необходимость реформ ну что саудиты понимают что цена на нефть поддерживать высокой цены на нефть достаточно сложно вы знаете что вторая новость очень обостряющая меджилис кримских татар вы знаете его запретили не так давно в крыму и они пошли на обострение они призвали ес вести эмбарго на российскую нефть и отключить россию от банковской системе свифт это уже два года обсуждается но впервые европарламент сказал что проведет дебаты на эту тему так специализированного свифт эмбарго никогда не обсуждалось вот и будут обсуждаться 12 мая в европарламенте резолюция о нарушении прав крымских татар со стороны россии но в том числе будут подняты другие вопросы ну понятно раз римские татары просят поднять эмбарго на российскую нефть и свифт видимо будут обсуждать и вот сегодня наши будут отвечать и обострят и нефтюшка пойдет наверх вот я не верю что сегодня нефть американцы смогут завалить вниз вряд ли вряд ли вчера когда нас не было да а сегодня вряд ли поэтому если кто-то собрался держать шарты дальше открытия ну не знаю осторожно я я себя морально ответственность снимаю я говорил продайте на закрытии от купите на открытии восторге вот 9 мая мне было понятно обострять никто не сможет а 10 даже уже 10 10 вот поймите им надо быстро выходить чиновникам российским быстро выходить и реагировать они могут уже через 20-30 минут и выйти тем более следующие новости посмотрите исследование выявило отток из россии в офшоры 1,3 триллиона долларов за четырнадцатый год ну-ка из одной россии триллион триста миллионов долларов 300 миллиардов долларов слушайте я уже запутался честно говоря из одной россии это конечно серьезное обострение тоже отвечать надо а более того мы уже подзабыли панамские счета но и вот журналисты подготовили это загадочное международный консорциум журналистов расследователей подготовил и открыл доступ к данным о двухстах тысячах офшорах вот ну понятно кто стоит за этим консорциумом но как бы тут уже кто стоит тот что там а 2229 российских физических лиц упомянуты поэтому ссылочка есть официальная так сказать можно заходить туда забивать фамилии я зашел забил парочку фамилий оба там оба там поэтому новые офшоры всплыли так как зарядом лиц которые уже обсуждались значит мэр предложила выйти из кризиса через снижение реальных доходов населения вот это зря вот это зря причем план предполагает увеличение числа бедных до тринадцати целых девяти десятых процентов а у меня предложение снять руководство министерства экономического развития назначить другое чтобы она нашла другой путь а не ограничить как пишет ведомство алексей увлекаемо реальный ограничить реальные доходы населения на время выхода из кризиса основным драйвером инвестиций сделать корпоративные прибыли а сжирать мы что будем корпоративные прибыли да смешно вообще то есть люди поплыли знаете как в боксе после нокау нокдаун еще не нокау но человек поплыл министерство экономического развития поплыла она говорит слова который не может говорить российский фондовый рынок коллеги квартальный убыток автоваза вырос в 47 раз до 8,6 миллиарда рублей а идея продавать автоваз никому в голову не пришла убыток квартальный вырос в 47 раз следующая новость финанс нас порадовал приток валюты на фондовый рынок рф упал в 12 раз молодцы иностранные фонды начинают осторожно продавать акции российских компаний фиксируя прибыль после ралли толкнувшего к историческим максимум акции роснефти сбербанка и индекс ммвб ну в связи с этим следующая новость не удивляет эксперты предсказали разворот на российском рынке акций зачитывать не буду тем более россияне предсказывают сидите тихо ничего не предсказывайте а вдруг а вдруг не развернется вдруг не пойдет не с российских рынок акций следующая новость коллеги тревожная достаточно саудовская аравия проинвестирует экономику чечни повторю саудовская аравия это уже мой комментарий с которой мы разругались внезапно будет инвестировать экономику чечни опаньки а кто платит тот заказывает музыку я бы на это сейчас на месте нашего руководства внимательно изучил эту новость что вообще такое чего следующая новость коллеги поклонская принесла икону и николая второго на акцию бессмертный пол а тут три вещи вызывает изумление во-первых а прокурор крыма принесла икону николая второго который умер вообще-то в восемнадцатом году то есть за там двадцать шесть двадцать восемнадцать и сколько там за 23 года до начала второй мировой войны то есть причем он то бессмертный полк это вторая мировая война николай второй это умер ну скажем так по итогам революции первой мировой войны то есть связь непонятно то есть причем здесь николай второй почему она что а родственница что ли николая второго все же родственников несут на бессмертном полку второе прокурор крыма который является теперь часть субъектом федерации республики республиканского государства принесла портрет николая второго ну я честно не знаю у нас вроде не монархическое государство вообще ладно третий пункт не буду говорить чтобы это сказать не нарываться скажем так ну это изумляет честно это действие госпожи поклонской следующая новость коллеги сядьте кто стоит сядьте читаю летевший во внуково самолет засек засек нлоо это официальная новость коллеги это интерфакс значит недалеко от аэропорта внуково аэрбаз летевший из краснодара встретил в воздухе неопознанно летающий объект квадратной формы сообщает авиадиспетчерские службы аэропорта а мы тут фондовый рынок фондовый рынок тут вторжение может уже готовиться про нлоо новость дам чате сейчас завершу значит коллеги у нас есть хорошие новости вы помните что мы открыли в чате дам сейчас ссылочку программу вам счетов и вот я теперь внимательно слежу вчера мы с вами отдыхали александр нестеров и александр кравчук работали александр нестеров вчера за день намолотил значит этот процент это смотреть три с половиной процента александр кравчук 0.03 процента да молодцы вот мы с вами отдыхали а люди работают молодцы экономический календарь друзья я ничего особого пока листаю пока не вижу сегодня по моему такой относительно тихий спокойный день ну что друзья а мы двигаемся дальше опционы вот я вижу докладчика илью коровина думаю он сейчас где он сейчас выйдет из тайских тапочках или он выйдет сейчас в москве или калининградское солнышко выглядит какие коллеги про прогнозы откуда я коровин выйдет сейчас в эфир какие мысли нет мысли после праздников мысли нет хорошо сейчас мы узнаем опытным путем коллеги андрей коваленко предполагает что это он был во внуково летающий объект квадратной формы похоже сейчас коллеги я просмеюсь и мы найдем себе силы продолжить эфир илья сейчас выходит парит парит над внуково и выходит в эфир птичку отогнал сейчас я выйду в эфир птичку отгоню илья коровин трейдер и управляющий активами из калининграда доброе утро нет приветствуем вас я летел доброе утро будете смеяться но я именно из внуково и именно вчера летел в калининград понятно может меня и заметили вот ну прилетел я в калининград в общем в итоге хорошо вчера надо работать все таки все таки немножко в этом месте вот сгорел весь этот сам летающий объект так ну что у нас позиция была открыта на сишки ага долгосрочная достаточно вот ну давайте отследим что там пока произошло нам за эти выходные была покупка волатильности открыта в последнее время это дело не часто но сейчас решил сделать так давайте посмотрим ага побежал интернет вот видно так сейчас секундочку еще нет что-то у меня сейчас секундочку одно были опять какие-то новшества у вас за это время нет 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 все видим ваш экран все поднимаем вашу картинку ага видим картинка ага ну вот на сишку мы покупали на 10 процентов отсчета квартальными июньскими опционами то есть до июня еще полно времени у нас больше больше чем месяц рискуем мы 10 процентов отсчета за это время реализовалась где-то треть этого риска то есть это минус 3 процента мы сейчас идем вот ну для покупки волатильности это нормально то другая история мы будем какое-то время минусовать но потом если пойдем в нужную сторону даже в последний день перед экспирацией мы резко резко плюс о нем поэтому в отличие от продажи волы все здесь наоборот там когда рынок спокойный мы плюсуем сейчас когда рынок спокойный мы минусуем ну нефть я смотрю упала за праздники за последние три дня и скорее всего мы сегодня откроемся выше и уже будет результат совсем другой намного лучше с открытия с открытия по закрытию предыдущей рабочей сессии я смотрю текущий результат понял вас Илья как вообще видите вторую половину мая спокойной активной ну как и сильно риски движения я не жду вот у меня в фишке достаточно в той же самой буквально там 5 процентов чтобы уже пристануть очень хорошо поэтому в общем то таких колебаний я ожидаю совершенно легко да там пять процентов чуть больше а вот каких-то очень серьезных я сейчас не жду никуда ну посмотрим понял вас спасибо Илья поздравляем вас с возвращением из отпуска а то мы тут сидели закидывали а теперь все по-честному вместе работаем спасибо удачи сегодня на рынке спасибо взаимно торгуете опционами спасибо спасибо друзья это был Алексей сори сори Алексей будет следующий это был Илья Коровин трейдер управляющий активами из Калининграда со своими торговыми идеями ну что двигаемся дальше Алексей Анохин трейдер из Челябинска какие у вас мысли всем привет меня видно слышно отлично ну что сказать всех с праздничком с прошедшим давайте я сейчас покажу покажу свою позицию расчет был конечно на то что будет какое-то сильное движение так экран должен быть уже виден какое-то сильное движение должно быть после праздников да движение было но оно было с 95 до 90 то есть мы прошлый вторник не включались у нас был выходной и мы с 95 даже с 96 по моему тысяч на 5 на 6 мы гопанули вниз потом постепенно немножко отросли и вот сейчас опять пришли к уровню 90 риск по данной позиции 8 тысяч рублей и ну я так посмотрел можно конечно продать более дальние края да риск при этом уменьшится там на полторы две тысячи рублей примерно но предлагаю сейчас ничего не делать подождать следующего вторника вот ко вторнику вот эта красная линия она приблизится вот к этой точке конечно уже будет 4 тысячи почти реализованного убытка не зафиксированного да но все таки если мы пойдем ниже ниже 86 с половиной то мы начнем уже выходить в плюс поэтому по данной позиции я предлагаю все таки ничего не делать поскольку это покупка волатильности у нас мы находимся сейчас в минусе да если бы мы то же самое делали но через продажу соответственно ну рынок относительно спокойный находится на тех же уровнях пока был бы плюс вот но поскольку мы в покупке у нас вот такая ситуация пока ничего не делаем ждем следующего вторника понял вас алексей спасибо большое хорошего вам дня и удачи на рынке всем удачи до свидания спасибо друзья с нами был алексей анохин трейдер из челябинска ну что если позиция хорошая то ждем действительно следующего вторника это такая нормальная стратегия у опционщиков кстати она достаточно часто бывает я смотрю что опционщики они похожи немного на врачей у них главный принцип не навреди интересно у них есть клятва гиппократа или клятва кто считается создателем опционов вот прямо перво первородный отец есть такая фигура интересного кого считают вот вот а а а алексей анохин поправляет не затупи у врачей не навреди а здесь не затупи ну тоже понятно понятный принцип вот двигаемся дальше друзья антонио трейдер опционами из москвы давайте узнаем как у него дела новости от ильи и алексей нас порадовали сейчас мы узнаем новости антонио приветствую вас антонио доброе утро привет включил демонстрацию наверное появилась да секундочку еще ага с точки зрения да с точки зрения да конструкции которые здесь у меня кол точнее получается путь спред да ничего такого особенного за прошедшие выходные длины не произошло немножко упал рынок но все равно тета продолжает планомерно распадаться поэтому немножко немножко плюсом тогда две недели назад здесь было в районе 207 тысяч по моему текущая прибыль красной линии сейчас вот в районе 230 но с учетом того что сейчас мы может быть наверное еще ниже откроемся наверное будет примерно на тех же самых уровнях но с другой стороны получается поскольку здесь 90 путы еще куплены соответственно начиная 90 и ниже ну здесь будет синяя линия все выше выше то есть нет худа без добра рынок падает текущая прибыль становится меньше зато потенциальная прибыль экспирации она сильнее растет на этом коротком участке понятно но так в целом трудно трудно комментировать ситуацию когда вот на рынке ничего не происходит ну что можно сказать тета распадается и распадается сидим ждем когда распадется больше я понял у вас так же стратегия до следующего вторника ничего не делаем ну по сути да то есть здесь не предполагается никаких активных действий в общем то и лучше всего что когда на рынке ничего такого особого происходить не будет ну и незначительные изменения плюс-минус пять процентов пожалуйста чтобы там на 20 процентов рынок не упал например но если вырастет в данном случае не страшно потому что здесь правый край совершенно не продано расти можно куда угодно а вот падать не более чем на 20 процентов понял вас антонио иван новицкий спрашивает у вас 1 миллион 300 тысяч рублей ну когда когда я входил когда входило оно было примерно да на этом уровне но сейчас за праздники очень сильно гу поднималось но оно как-то поднялось так номинально ну то есть от брокера никто не звонил не требовал закрытость на самом деле оно фактически сейчас в районе трех миллионов то есть у меня жуткая дефицит ГО но при этом брокер позиции таки не кровь потому что так а почему то демонстрация ну потому что да да вы оставили свой серый экран на экране я его выбил чтобы он не все понял в общем да сейчас получается некий номинальный дефицит ГО но при этом брокер не кроет поэтому в общем то все нормально я сейчас надеюсь сегодня-завтра ГО понизится и все будет опять на рабочие рамки войдет ну понятно ну мы рады что у вас такой высокий так сказать ГО это здорово то есть вы уже так по серьезному вкладываете в рынок опционов ну сами довольны результатом финансовым от таких вложений в целом в целом да получается ну если какой-то такой бенчмарк строить то есть вот полтора года работы с опционами вот на этом счете примерно за счету 40 процентов годовых получать вложения ну конечно на депозите такого не сделаешь вполне нормальный результат это прекрасный результат это прекрасный результат мы вас с этим поздравляем спасибо большое Антонио удачи вам сегодня на рынке да до свидания всем удачи ну что друзья поблагодарим наших опционных коллег за очень интересный обзор и давайте вместе откроем рынок посмотрим состоится ли наш план а подождите секунду секунду мы же монету не бросили секундочку давайте бросим монету с вами остановим демонстрацию монета нефть марки бренд вверх или вниз бросаем монету оп смотрим цел сегодня монета показывает коллеги ну еще и монета цел показала поэтому сегодня на открытии цел но друзья я думаю что в течение дня нефть пойдет наверх поскольку наши начнут сейчас активно выступать и по панамским данным и по там европарламенту на двенадцатое число надо же нельзя допустить потому что вы понимаете да что если двенадцатого мая парламент европарламент принимает рекомендации о закрытии свифта для россии и о введении нефтяного эмбарго на россию то у нас ситуация в стране резко изменится это я вам точно говорю банки лягут сразу то есть если двенадцатого решения принимается европарламентом а допустим в течение недели исполняется а она может быть исполнена вот то конечно у нас там дефолт это самая такая небольшая неприятность которая может быть скажем так так вот друзья смотрим с вами значит ударились мы внизу давайте посмотрим во что 44.02 друзья мы даже сильнее упали чем на мировом рынке закрывались напомню 45.31 было давайте уже переведем открытие на то которое актуальное 45.31 сейчас в моменте 44.02 мы ударили немножко отскочили кройтесь парни кройтесь сейчас начнут наши выступать дальше нефть не дадут ну не дадут сейчас дальше нефть вот сейчас уже все уже в студию бегут люди уже все уже настраивается сейчас будет ответ и по панамским спискам что вы сами негодяи там в америке все и по этот по крымским татарам сейчас начнется так сказать истерика по сирии там масса тем я их не трогал сегодня по сирии потому что там очень такая серьезная тема идет вот но в любом случае мне кажется что сейчас нефть ниже 44 ну круглая цифра понятно не на чем толкать ее не на чем вот отыграли 9 мая и все и вот на этом наверное остановимся поэтому кто продавал вчера по стратегии откупайте 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 не не будет дальше счастья потому что наши кинутся наши кинутся это гарантия ну что друзья нефть показала бренд продажа по монете продажа мое мнение будет рост и теперь рост будет достаточно серьезным потому что наши кинутся как дикие звери это совершенно точно поэтому сегодня я думаю они будут выкатывать наиболее активно вот ну а завтра будем смотреть это уже завтра поэтому мы дальше чем один день я даже никогда не планирую я серьезно говорю сейчас дейтрейдинг потому что настолько меняется ситуация вот прямо вот каждый день каждую секунду сейчас какой-то средний срок планировать очень трудно ну например откуда вы знаете каким будет решение европарламента 12 мая там с одной стороны давит с другой стороны давит кто победит непредсказуемо а это решение если европарламент примет решение по крымским татарам то что их забежает надо вводить эмбарго и отключать свист для россии это серьезное будет дело надеемся конечно что это этого не дойдет потому что ну честно говоря на финансовых рынках потом непонятно как жить и работать это будет только форекс работать то есть фондовый рынок российский рублевый упадет сразу потому что банки весь рублевый доллар рубль весь идет через свифт это я вам как человек который много лет этим так сказать занимался устанавливал свифт в одном из банков лично а помню как сейчас в 2005 году мы ставили свифт инвесбербанки вот и я помню отдел расчетов тогда так сказать говорю все ставим свифт они меня пытались отговорить чтобы я не ехал на переговоры в свифт московские здесь и так далее мы и так проживем господи боже мой как же проживете без свифта в 21 веке слава богу всех уговорили поставили тогда мы очень активно толкнули вперед развития финансовых рынков в этом банке ну подразделения естественно да и так далее поэтому свифт не знаю сколько идет на так сказать на доллар рублей сколько идет через свифт расчета ну значительно больше половины я думаю однозначно у нас у нас другая проблема у нас даже рублевые расчеты процентов 40 рублевых расчетов чисто рублевых расчетов между банками и крупными корпоратами 40 процентов был несколько лет назад я помню цифру озвучивал центральный банк 40 процентов рублевых расчетов шел через свифт то есть свифт это большая проблема и международных расчетов и теперь выясняется и внутренне все друзья спасибо большое так что надеемся что нефть сейчас подтянут наверх и думаю что сегодня я ожидаю плюсового дня по нефти так что смотрим внимательно всем удачи на рынке сегодня и это это это